добрый день друзья сегодня поговорим о том чем является наши звезды на нашем с вами куполе я описал этот момент частично описал этот момент в своей новой книге пурпурный легион также я его описывал и в предыдущих книгах с нарастающим итогом даже в пылающем мосту я тоже это описывал и в книге метафизика климата земли немного касался этого момента то есть эта тема разрабатывается мной вот уже на протяжении нескольких лет есть определенные достижения в этой концепции в ее построении так чтобы она стала понятной нам с вами так вот ситуация какая у нас есть движение нашей с вами цикличности жизни эволюции по определенному кругу этот круг начинается в 1492 году и заканчивается как предполагается в 2048 году за этот промежуток времени за этот промежуток времени наши с вами эволюции проходят по всем планетам солнечной системы вся солнечная система это единственная и единая земля все планеты которые наша земля проходит в своем развитии находятся внутри земли археологи называют их культурными слоями геологи называют геологическими слоями это правильное представление о нашей с вами земле единственное что ученые пока до меня не догадывались о том что земля это единственный единый продукт цивилизации и все планеты здесь то что мы видим в космосе я прям слышу ваш вопрос очередной раз вы его задаете это образы наших планет образы наших планет в то время в которое они существовали на нашей земле в виде отдельных ее стадий вглядываться в пространство это то же самое что смотреть прошлое а значит нам надо заглянуть как можно дальше поймать самый старый свет реликтовое излучение это младенческая фото вселенной когда и было всего триста восемьдесят тысяч лет плутон это была самая первая стадия земли нептун следующие уран следующие сатурн следующий юпитер следующие земля следующие венера будущее и меркурий последней стадии после меркурия мы войдем в солнце материальные наши тела все материальное которое здесь пола строилась за все эти стадии сгорит как и предсказывал например степан хавкин стивен хоукин он говорил что материя в черной дыре которая является солнце она сгорает остается только излучение который мы видим с вами в виде вот этого самого свечения и туда сквозь черную дыру проходит только третий элемент составляющий нас с вами это информация о чем и расскажет моя наука организм к который говорит что наша с вами реальность построена из информации о взаимодействии информации только информационный мир больше здесь нет ничего свет и материя это формы проявления информации точнее объекты построены из информации информационных связей между информациями вот такая вся система и когда мы видим с вами вот эти две крайние точки то одна крайняя точка как я уже сказал является солнцем мы туда заходим всей цивилизации и сгораем это черные дыра а есть вторая ее часть то есть когда мы проходим эту с вами стену солнечную то мы выходим из другой стороны другая сторона это белая дыра то место где начинается материализации заново белая дыра это антипод черные дыры еще раз кто не знает этого посмотрите любую литературу сейчас ее уже много когда я начинал и выпускал свою книгу о вакууме такой литературы тоже было достаточно но не так много и белая дыра сегодня это законный физический астрономический объект и вот что интересно только в белых дырах формируется материи больше такого другого объекта нет белыми дырами сегодня являются в том числе и звезды которые мы с вами наблюдаем на нашей с вами небесной сфере и вот я хочу как раз вам и объяснить как работает вся эта небесная механика на новых концепциях которые разработал я и которые постепенно начинают подтверждаться я вам уже ставил некоторые фрагменты некоторых фильмов ченнелингов их много он уже начинает с каждым днем прибавляться это говорит о том что идея моя вот устройство этого самого солнечного системного племени планет в одной планете земля она начинает прорастать обрастать доказательствами и это говорит что она научная вот в этом смысле так вот когда наша с вами цивилизация проходит через солнце и все сгорает а мы проходим туда в виде наших с вами информационных остатков это в общем то и называется душой душами туда уходят души тех кто по версии религии должен спастись эти души выходят из той белой дыры и она представляется для них ледяным объектом почему ледяным потому что лед и холод всегда образуется в тех местах где идет процесс материализации если в черной дыре идет процесс дематериализации распада вещества и он сопровождается пламенем горением и светом то в белой дыре где идет процесс материализации превращение не вещества в вещество идет отбор температуры затрачивание температуры эндотермический процесс и там образуются первые промежутки первые продукты этой материализации льды это первая материализация вакуума именно в лед и в похожие с ним различные моменты в том числе и в газы конечно же и гелий и водород и все остальные первые элементы обычно такая белая дыра она дает химические элементы как установлено наукой вплоть до никеля железо и даже более сложных элементов поэтому у каждой белой дыры оболочка состоит из железо никелевого сплава как нам сегодня говорят эти же ученые правда они называют эти белые дыры немножко другими объектами нейтронными звездами вот смысл в этом и по версии сегодняшних физиков когда горячая дыра отпылала с нее вещество куда-то улетела то есть это как бы солнце в моей интерпретации то остается белая дыра это нейтронная звезда которая вот уже холодный так скажем холодный карлик условный вот такое есть соотношение моей теории с классической теории физической поэтому ничего здесь друг другу не противоречит кроме как подход подход конечно у меня немного другое они сегодняшние физики вчерашние физики они говорят о каких-то больших космических миллиардах и миллионах лет в том числе и пространство я же говорю что вся эта игра происходит только внутри нашего компьютера который располагается на нашей с вами земле и представляет нашу с вами землю включая ограниченность ее куполом все за этим куполом больше нет ничего туда вылететь невозможно потому что там если что-то и есть то вакуум вакууме перемещение невозможны в принципе космос не для перемещений материальных тел почему потому что в вакууме не существует материи невозможно переместиться из одной точки вакуума в другую никакому материальному объекту потому что в тех условиях при абсолютном нуле и остальных физически известных условиях никакая материя существовать не может это позиция современной науки вы ее но никак не можете преодолеть потому что она на сто процентов верны и вот получается интересная штука когда человечество новой формации нового витка своей эволюции выходит из этой белой дыры это белая дыра представляется для человека поясом койпера внутренностью которой мы с вами живем внутри этого пояса койпера мы с вами обитаем а для нас пояс койпера как мы его наблюдаем это ледяная стена антарктиды за которой нет ничего все вот эти льды много километровые которые мы с вами наблюдаем это та самая стена именно стена койпера стена вот этой нашей нашей белой дыры которые нас с вами ограничивают это в том числе и как раз основание этого купола который оттуда идет наверх и купол этот является знаете чем вы сразу поймете что я вам скажу когда вы днем снимаете улицу сквозь стекло и у вас в комнате горит например лампочка то вы в принципе нормально снимаете через стекло всю эту улицу и у вас не возникает никаких таких особенных отражений но как только приходит ночь за окном и вы включаете ту же самую лампочку и начинаете снимать ту же самую улицу то вы видите как та чернота которая теперь подпирает стекла оттуда извне как она превращает ваши эти стекла тот самый купол который теперь отражает ваш свет который находится здесь и вот у нас тот самый купол который находится над землей он также темнотой который является вакуум внешний он также подпирается и превращается в некоторое подобие определенного скажем так космического купольного зеркала это космическое купольное зеркало дает конечно же вот этот эффект который мы называем солнцем и который мы называем луной и мы с вами их наблюдаем отражение от этого купола она формируется из наших с вами энергии каждый человек формирует 250 ватт энергии собираются 8 миллиардов человек плюс вся биота земли и вот это вся электромагнитная энергия по известным физическим законам она направляется вверх отражается от сферы и формирует наше с вами солнце которое мы с вами видим солнце это результат сгорания людей в том числе потому что энергия это всегда результат сгорания и вот эту выделяемую электромагнитную энергии купол концентрирует и зажигает наше солнце в которой мы с вами уходим нашими с вами телами потому что процесс горения это жизнедеятельностью все понятно все понятно надеюсь так вот интересная штука какая что вот этот двоичный объект двоичный объект я долго не мог понять как разделилась солнце и луна почему средние века алхимики все время указывали на этот момент что солнце и луна это один гермафродит у которого есть одна часть это солнце другая часть это луна и почему все время алхимики рисовали эти рисунки где гермафродит разделяется в какое-то время на солнце и луну я долго не мог понять но теперь я вам объясняю дело в том что если вот этот портал перехода у которого с одного входа находится солнце и она же является черной дырой а с другой стороны находится белая дыра и она же является поясом койпера если это образование рассматривать как единое целое то это будет гермафродит солнце это условно мужская ипостась горячая а поиск койпера белые дыра в следующей половинкой его это как бы женская ипостась и вот если солнце она действительно посылает свою луч оплодотворение в виде той самой программы души туда вот в эту половинку вторую половинку гермафродита женскую половинку то женская половинка и формирует при таком оплодотворении из себя то есть материализует нашу с вами жизнь наши с вами объекты также как у нас происходит рождение ребенка внутри матери и в какое-то время люди научились рассматривать этот целостный объект который гермафродитные с точки зрения космоса люди научились рассматривать как два объекта различной природы и этими объектами стало отдельное солнце и отдельная луна вот что легло уже в наше с вами мировоззрение но в конце девятнадцатого века солнце стало мужской ипостасью отделившийся от единого гермафродита а женская часть отделилась в другую женскую ипостась но от того же единого гермафродита и теперь мы с вами понимаем поскольку солнце и луна являлись и являются двумя половинками скажем так или двумя оборотными частями единого целого то они и имеют ну скажем единственную правильную форму и одинаковые ее размеры поэтому при солнечном затмении когда солнце и луна возвращается в исходное положение этого самого гермафродита то получается что мы с вами видим что как бы они соответствуют друг другу чуть-чуть луна поменьше чтобы кольцевое затмение это было проявлено ну а чуть-чуть солнце немножко побольше потому что она испускает вот эти лучи вот эту корону ну а так это небесная свадьба где совмещается опять солнце и луна мужской и женской в единственный единый гермафродит и вот интересно в этой связи то самое событие которое мы с вами видим который в марте опять зафиксировано это событие оно называется лунное затмение солнца и это на мой взгляд как раз совмещение тех самых двух порталов черной дыры солнечной и белой дыры лунной и это совмещение двух порталов открывает ту самую дорогу туда следующую жизнь и поэтому если какие-то космические корабли нужно отправлять куда-то туда в будущее с какой-то целью исследования то конечно же нужно отправлять вот в этот момент солнечного затмения туда туда вот туда но это конечно моя гипотеза не знаю насколько она правильная но с точки зрения компьютерных технологий и реальной физики она правильная выверять конечно надо любую гипотезу любую теорию я думаю что постепенно мои вот эти теории и гипотезы касающиеся устройством земли солнечной системы и всей остальной нашей с вами игры и реальности они постепенно найдут свое подтверждение потому что эти подтверждения уже идут и множатся я не зря их излагаю своих книгах потому что люди когда читают они придумывают свои варианты подтверждения ну или опровержение опровержение я ни разу не слышал а подтверждение есть я вам их демонстрирую ну думаю что буду демонстрировать и впредь потому что это на мой взгляд правильной концепции земли устройства мира и она заслуживает большого внимания и напомню вам что свое время какой-то там коперник предложил что земля вращается вокруг солнца это так изменило в нашу с вами жизнь нашлись те кто ее доказал а вот сейчас пришло новое время которое должно уже доказать следующий наш с вами шаг понимания объективной реальности потому что мы сегодня живем уже в компьютерную эпоху и понятие формирование нашего окружающего мира совершенно другое мы стали шире подробнее и правильнее наблюдать те явления и предметы которые есть в нашем распоряжении удачи вам